Здравствуйте! В эфире «Правовое поле». Наш сегодняшний выпуск посвящен исполнению законодательства о противодействии коррупции. Об этом расскажет старший помощник прокурора Ненецкого автономного округа по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Бенчуров Александр Сергеевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Ежегодно, начиная с 2004 года, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Целью учреждения этого международного дня было углубленное понимание проблемы коррупции в роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбы с ней. Коррупция – это сложное социально-экономическое и политическое явление, которое замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Прокуратура округа, координирующая деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, подвела некоторые итоги на данном направлении работы. В 2019 году прокуратурой округа в сфере противодействия коррупции выявлено 155 нарушений закона, в том числе 7 незаконных правовых актов. В целях устранения нарушения антикоррупционного законодательства принесено 7 протестов, внесено 16 представлений, в суды подано 4 исковых заявлений, 3 информационных письма направлены в государственные органы власти округа, в том числе губернатору Ненинского округа. Девять должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 26 должностных лиц. Три лица привлечено к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Один гражданский государственный служащий уволен в связи с утратой доверия. Досрочно прекращены полномочия двух лиц, замещающих муниципальные должности. Особое профилактическое значение для противодействия коррупции имеет правовый мониторинг принятых в регионе нормативных актов. Реализуя полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы, прокуратурой округа на предмет наличия коррупсогенных факторов изучено свыше 4000 нормативно-правовых актов и их проектов. В 62 из них выявлено 80 коррупсогенных факторов, которые исключены по результатам прокурорского вмешательства. Так, например, по требованию прокуратуры из административного регламента по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвешившим воздействие радиации на Чернобыльской АЭС, исключены положения, содержащие трудновыполнимые и обременительные требования. Используя право нормотворческой инициативы, прокуратурой округа региональным и муниципальным депутатам на рассмотрение предложены проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок получения депутатами муниципального образования подарков и наград, а также о внесении изменений в закон округа в части порядка предоставления сельскими депутатами сведений о доходах, а также их ответственности за коррупционные нарушения. По результатам их рассмотрения приняты соответствующие решения. В 2015 году в структуре аппарата окружной администрации создано подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое на сегодняшний день представлено Комитетом по вопросам противодействия коррупции. Штатная численность Комитета составляет три сотрудника. Важным направлением в антикоррупционной работе, проводимой Комитетом, является своевременное совершенствование нормативно-правовой базы округа, регулирующей вопросы антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности, которые проводятся аппаратом администрации во взаимодействии с другими федеральными и региональными ведомствами. По инициативе Комитета в 2019 году принято шесть нормативно-правовых актов губернатора округа, а также принято участие при подготовке внесения изменений в закон округа о противодействии коррупции. В целях своевременного обеспечения разработки и реализации планов противодействия коррупции Комитетом ежеквартально осуществляется антикоррупционный мониторинг, который включает в себя изучение проявления коррупции и мер реализации антикоррупционной политики в органах государственной власти и органах местного самоправления округа. Достаточно большой пласт работы занимает контроль за соблюдением государственными служащими обязанностей ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере противодействия коррупции. По результатам проведенных в 2019 году проверок за совершение коррупционных правонарушений к разным видам юридической ответственности привлечено 7 гражданских служащих органов исполнительной власти. Особого внимания заслуживает деятельность Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе, которая была образована в 2015 году. Комиссия обладает широким кругом полномочий в сфере реализации государственной политики в области противодействия коррупции, координации деятельности органов исполнительной власти и местного самоправления округа в данной области, обеспечение согласованных действий таких органов при реализации мер по противодействию коррупции в регионе. В 2019 году состояло 4 заседания Комиссии, на которых рассмотрены наиболее актуальные вопросы реализации государственной антикоррупционной политики. Одним из основных направлений по профилактике коррупционных правонарушений является информационно-просветительская работа со служащими органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоправления, а также с населением. Необходимость проведения превентивных мер по борьбе с коррупцией является базовым фактором, способствующим формированию негативного отношения к коррупции в регионе. В 2019 году на базе Института профессионального развития сотрудниками комитета проведено три семинарских занятия с гражданскими служащими органов власти. Также сотрудники комитета принимали участие в заседаниях комиссии по вопросам развития местного самоправления и в семинарах, организованных для глав муниципальных образований. В декабре текущего года председатель комитета принял участие в семинаре для работников и служащих администрации Совета Заполярного района, а также в мероприятиях, проводимых в профессиональных образовательных организациях, приуроченных Международного дню борьбы с коррупцией, которая ежегодно отмечается 9 декабря. Считаем, что профессиональные мероприятия способствуют повышению правовой грамотности населения округа и достижению целей профилактики коррупции в регионе. Законодательством о противодействии коррупции для лиц, замещающих определенные должности, установлены ограничения, запреты и обязанности. Однако не всегда обеспечивается их добросовестное соблюдение и исполнение, что требует принятия мер прокурорского реагирования. Так, например, установлено, что должностное лицо окружного подразделения Росприроднадзора укрыло факт приобретения недвижимого имущества, стоимость которого превышала его доход за три последних года. По требованию прокуратуры должностное лицо уволено в связи с утратой доверия. По представлению прокурора досрочно прекращены полномочия главы муниципального образования поселка Аннора, который не выполнил требования закона о запрете и участии в управлении коммерческими организациями, а представленные им сведения от дохода оказались неполными и недостоверными. По иску прокурора округа бездействие Совета депутатов Заполярного района признано незаконным в части непринятия решения о лишении полномочий одного из депутатов района, который не представил сведения о своих доходах. По результатам нового рассмотрения представления прокурора Советом принято решение о прекращении полномочия депутата за допущенное нарушение коррупционного законодательства. Всего в 2019 году в ходе проверок, проводимых прокуратурой округа, выявлено 110 нарушений, связанных с невыполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных коррупционных законодательством. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Одно лицо уволено в связи с утратой доверия. Полномочия двух лиц, замещающих муниципальные должности, прекращены досрочно. Продолжена работа по привлечению должностных и юридических лиц к ответственности за нарушения, допускаемые при заключении трудовых договоров с бывшими государственными и муниципальными служащими. В текущем году по постановлению прокурора к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ привлечено два должностных и одно юридическое лицо. По инициативе прокуратуры округа расторгнут трудовой договор с бывшим государственным служащим, который устроился в поднадзорную организацию без разрешения бывшего работодателя. Особое внимание уделяется прокуратуре округа работе по созданию нетерпимого отношения в обществе к коррупционному поведению. В этих целях работниками прокуратуры округа в трудовых коллективах региона проводились лекционные занятия, в ходе которых освещены вопросы по разъяснению коррупционного законодательства, результатов надзорной деятельности как окружной прокуратуры, так и прокуратур других регионов. Для студентов среднеспециальных образовательных учреждений проведены лекции по истории возникновения коррупции и влияния коррупционных проявлений на общественные процессы. Для школьников прокуратуры округов проведен конкурс художественного рисунка «Коррупция глазами детей», в котором приняло участие свыше 180 учащихся округа. Прокуратурой округа при содействии Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа проведен конкурс детского художественного рисунка «Коррупция глазами детей», приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Целями и задачами конкурса являлись правовое воспитание, формирование у учащихся негативного отношения к коррупции, как к опаснейшему социальному явлению, формирование чувства гражданской ответственности, таких понятий, как честь и честность, незапятнанная репутация, развитие осознанной необходимости соблюдения законов, воспитание чувства сопричастности и ответственности за все, что происходит в стране. Участие в конкурсе приняли учащиеся образовательных учреждений города Наринмара и сельских поселений округа. Участниками конкурса представлено 184 работы. Оценка представленным работам будет дана комиссии прокуратуры округа. Участники конкурса, представившие лучшие работы, будут награждены подарками и грамотами. Награждение победителей состоится в прокуратуре Ненинского автономного округа. Немаловажным направлением работы прокуратуры округа по противодействию коррупции является надзор за процессуальной деятельностью правоохранительных органов по выявлению расследований и раскрытию коррупционных преступлений. В текущем году, благодаря совместным действиям правоохранителей при координирующей роли прокуратуры, удалось добиться активизации работы в данном направлении. На сегодняшний день выявлено 24 преступления коррупционной направленности. 7 из них связаны с получением и дачей взяток коммерческого подкупа. Остальные преступления связаны с присвоением вверенных денежных средств руководителями организаций, а также муниципальных, государственных предприятий и учреждений. По результатам расследования в суд направлено 6 уголовных дел о коррупционных преступлениях. По оконченным органами расследования в 2019 году уголовным делам о преступлении коррупционной направленности ущерб составил свыше 36 миллионов рублей. Из указанной суммы возмещено 34 миллиона рублей или 94%, что существенно выше показателя прошлого года. По результатам рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в текущем году осуждено 6 лиц. В отношении одного лица судом принято решение о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Так, к 5 годам лишения свободы и 3 миллионам рублей штрафа приговорен бывший руководитель Дворца культуры Арктика за получение взятки и присвоение денежных средств учреждениям. На 4 года в исправительную колонию судом направлено бывший председатель кооператива «Рассвет Севера», которая признана виновным в растрате имущества кооператива на сумму свыше 30 миллионов рублей. В 2019 году на Ренмарском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области Нинецкому автономному округу возбуждено 12 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Завершено расследование пяти уголовных дел данной категории. Нами расследованы уголовные дела о получении взяток и хищениях, совершенных в крупном размере должностными лицами муниципального предприятия Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, а также руководителем Дворца культуры Артика. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух менеджеров Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Нинецкого автономного округа, которые, являясь членами конкурсной комиссии по осуществлению закупок, получили от представителя коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей, приняв поданную им заявку на участие в конкурсе на заключение контракта поставки подарков первоклассникам. На завершающей стадии расследования находится уголовное дело, возбужденное по факту получения подкупа в особо крупном размере должностными лицами коммерческой организации, осуществляющей управление электрообъектами на месторождениях. Коммерческий подкуп получен за содействие другой коммерческой организации в заключении договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы электрообогрева. Комплексное формирование антикоррупционного правосознания – базовый элемент антикоррупционной политики, определенный национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Формирование такого правосознания – задача общества, государства, отдельных граждан, непринятие на нарушение закона должно воспитываться и в школе, и на работе, и в семье. В общественное сознание необходимо внедрить устойчивые установки на отражение коррупции, как крайне негативного явления, разлагающего устои государственности. Спасибо, Александр Сергеевич. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин